Проект «Город добрых сердец» реализуется при поддержке благотворительного фонда «Дорога к дому». У 15-летней устюжанки Алены Поповой редкое генетическое заболевание. Синдром Ангельмана, выраженный в отсутствии участка 15-й хромосомы, встречается в среднем у одного ребенка из 15 тысяч. На сегодняшний день в мире живет порядка 500 тысяч таких детей. Первые шаги Алена сделала в возрасте 7 лет. Сейчас умеет ходить, держась за руку мамы. Но о редкости и сложности заболевания родители Алены узнали далеко не сразу. Новорожденная девочка радовала маму и папу и на первый взгляд не особо отличалась от других детей. В начале задержка была. Мы были как бы молодые, мы особо-то не понимали, что там чем-то ребенок отличается. Ну, бывает же, что дети не все по-разному уже они развиваются. И тут, допустим, в положенное там 7 месяцев, что должен был уже, может, самостоятельно сидеть там, да. А тут как бы только с поддержкой. Ну, такие вот небольшие были отклонения, но не сильно прям явные. Даже доктор наш участковый говорила, что как бы, ну, все по-разному, может, еще не волнуйтесь. И все-таки повод для волнения оказался более чем серьезным. Когда у годовалой Алены при поднятии температуры начались судороги, и врачи, и родители поняли, что причину следует искать незамедлительно. Краткосрочные приступы эпилепсии с каждым разом стали прогрессировать, порой превращаясь в непрекращающуюся череду припадков. После каждого из них ребенок неумолимо откатывался в развитии на несколько шагов назад. За помощью родителей девочки поспешили в клинику Москвы, потому что поставить диагноз и назначить действенное лечение местные и вологодские специалисты затруднялись. Когда мы в Москву приехали, это самое первое, что было, это обследовали нас. Мы сдавали кучу анализов на все эти генетические синдромы, самые-самые разные. То есть врач-то сразу, которая нас там вела, увидела, что у нас что-то такое редкое, какая-то генетика, скорее всего. Анализов сдали мы очень много. Все так, ничего у нас и не подтвердилось. Мы были там, наверное, первый раз, по-моему, месяц-полтора, почти два. Там муж даже работал, пока мы там лежали в больнице, потому что эти анализы надо было все время возить в другую клинику, а ребенка там тоже не оставишь. Сложно было. И прошли мы, получается, курс гормонотерапии, чтобы убрать эту всю эпиактивность, вот то, что состояние, с которым мы туда приехали. Ну и уже на момент, когда нас выписали, уже ребенок, конечно, совершенно был уже другой. Получив грамотные рекомендации и четкую схему лечения, родители воспряли духом. Как пояснили специалисты медцентра, синдром Ангельмана современной медициной изучен мало. А значит, есть надежда, что ученым удастся однажды найти лекарство, которое поможет жить и развиваться детям с таким диагнозом. Когда враг известен, борьба не кажется такой страшной, хотя жить с диагнозом непросто. Характеризуется он тем, что еще по-другому нас называют дети-ангелы. То есть, ребенок всегда улыбается, в основном он веселый, активный. И самое сложное для нас, наверное, было еще плюсом к эпилепсии, то, что практически не устает и не нуждается в сне. То есть, ребенок может вообще не спать. Это вот одна из характеристик. Сейчас Алена находится в стойкой ремиссии по эпилепсии. Более 10 лет семья живет по строгому распорядку. Прием препаратов расписан с точностью до часа ежедневно. Спровоцировать ухудшение может любая безобидная на первый взгляд ситуация. Слишком жарко или слишком холодно в комнате, долго были в пути, зацепили сезонную простуду. И все же родители не теряют надежды, что их усилия со временем дадут свои плоды. Последний визит в московскую клинику был около пяти лет назад. С тех пор Алена живет на поддерживающей терапии. И это самое большое и важное достижение для ее и ее папы и мамы. Уже несколько лет Алена на дому занимается с педагогом. Очень любит развивающие занятия и с интересом наблюдает в окно за с происходящим на улице. Мир вокруг ребенка-ангела играет своими красками, значения которых переоценить сложно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова